я всех приветствую на канале взломостойкие дверей и сейфов компании монолит сегодня у нас очень интересный будет ролик он будет на тему того он в принципе он будет на тему самых мощных дверей дверей которые рассчитаны на защиту от болгарки от больного молотка домкратов ломов то есть всего того инструмента которого ну в принципе дверей которые защищают такой инструмента их ну просто-напросто можно сказать единицы сегодня три экземпляра этот сейфовая дверь в квартиру это сейф который квартирный сейф наш монолит стандарт и это дата сейф сейф который рассчитан на то чтобы там будет храниться электронное оборудование которое требует большого количества проводов которые у него будет заводиться которая требует хорошего охлаждения поэтому давайте рассмотрим все эти три образца то есть они абсолютно разные то есть но в то же время они имеют общую черту они защищают от самого мощного инструмента при взломе ну а теперь по порядку о каждом экземпляре сегодняшнем значит у нас сегодня как я уже сказал сейфовая дверь квартиру то есть это в принципе сейфовая дверь которые как правило для квартир то есть применить такую дверь квартире то есть это очень сложно но тем не менее бывают исключения и такие двери в квартиры как говорится проскакивают как правило такие двери ставятся на офисы закрытого типа на какие-то хранилища на сейфовые комнаты на паник румы данный экземпляр он будет установлен на квартирном доме где толстенные бетонные стены где в принципе уровень защиты этой двери он будет соизмерим в принципе с периметром то есть защиты квартиры такая дверь это полноценная сейфовая можно сказать дверь чем отличается сейфовые двери ок от квартирных дверей вот то есть класс взломостойкости двери и окон енг 1627 то есть но нельзя прийти с газовым резаком под квартиру и начать резать то есть но вот я к чему веду то есть вот смысл в том что вот и 4 классного стойкости енгер на 27 это то есть тот инструмент который можно в принципе то есть до пятого класса это инструмент можно разместить на своем теле сюда там засуну фомку сюда там засунул какой-то шуруповерт здесь как-то засунул электролобзик застегнулся и принципе на тебе можно про на себе пронести инструмент достаточно для того чтобы вскрыть квартирные двери весь этот набор инструмента то есть вот чем отличается вот эти изделия то есть вот квартирных дверей вот этот весь набор инструмент которая перечислил которая можно принять себе вот его здесь разложите то есть не вот это изделие не то изделие не то то есть они просто-напросто то есть они будут скрываться там на протяжении суток то есть ну можно и постареть пока то есть это допустим тот сейф будет открыта либо эта дверь это главное отличие то есть вот сейфов и так называемой двери это двери которые нельзя вскрыть тем набором инструмента которые можно скрыть квартирные ну допустим 5 6 класс там разрешены то есть маленькая болгарка и большая болгарка то есть это уже как бы ну достаточно серьезно болгарка с большим кругом 230 это мощнейшее оружие которое на самом деле может расплавиться то есть ну много с чем а вот теперь как бы время то есть чем допустим сейфовый гост отличается от дверного госта если в верном гости то есть разрешены скажем так вот этот набор инструмента и там отводится 10 минут и 30 минут на общего времени там и определен набор инструмента кто в сейфовом гости первую секунду приготовил газовый рязак зажег его то есть из первой секунды по время пошло то есть на именно работы газом резаком первой секунды пошло время работы болгаркой отбойным молотком то есть тоже время можно с первой секунды начать бить молоточком и зубилом то есть а вот в чем разница и времени здесь то есть она исчисляется нет не так как в квартирном гости там в дверном то есть там где определено 10 минут а здесь нет здесь допустим чем мощнее инструмент тем меньше отводится времени чем у слабее тем больше отводится времени условно допустим такую дверь если взять зубила и молоток то условно то есть на такую дверь там будет отведено там сутки к примеру ты можешь убила молотком ее бить то есть сутки даже больше вот такое скажем так экземпляр такой сейф то есть 16 миллиметровый металл то есть его вырезать в начале можно будет болгарка вот эту шестнадцатку но при этом болгарка на не достанет да то есть ну дори или ничему это не придет то есть это просто прорежется то есть просто контур также здесь можно начать резать и здесь но здесь тоже ничего не даст так как здесь внешне наружный лист они стянуты через дистанционные ребра которые то есть вот закреплены то здесь нет нельзя вырезать допустим кусок вот этой 16 и вынуть его ничего не даст то есть но малюсенький кусочек до какой-то это даст то есть между вот такими-то ребрами. То есть вся ригельная система, она тоже вынесена под внутреннюю сторону. Поэтому здесь надо работать комбинированно. То есть здесь, к примеру, вначале вырезал болгаркой, потом взял электролобзиком, уже напилишь каждый ригель. То есть, опять же, пилишь. То есть здесь ригеля, они вращаются. То есть, поэтому это все время. То есть, но взяв газовый резак, то можно все это продуть. То есть, конечно, и опять же, газовый резак какой мощности? То есть есть горелка, на которую там, к примеру, отведено 4 минуты, а есть горелка, на которую отведено 7 минут. Включается мощнейшая горелка, которая реально вот такую может толщину продуть. То есть, если она там условно из 4 минут и срасходовала 3,5, то вот эти, казалось бы, оставшиеся полминуты, это не полминуты. То есть здесь уже работы молотком, фомками, зубилами на несколько, грубо говоря, чуть ли не часов можно дальше продолжать колотить. Вот эти полминуты растянуть, то есть оставшиеся с работы газовым резаком. Такие изделия то есть, что их объединяет. То, что они абсолютно, как бы, имеют, ну, условно, там, абсолютную защиту. То есть можно так назвать. Но есть, конечно, более мощные, то есть, ну, экземпляры. Но это уже можно назвать абсолютной защитой. То есть здесь уже, как бы, болгарка, они в сквозную не прорезаются. Скажем так, использование автогена, оно, это, ну, крайняя мера. Творы вообще, в принципе, не работают, как бы, автогеном, тем более, по квартирным дверям. И, опять же, это все идеальные условия. Доскональное знание конструкции. То есть и не ограничено. То есть во времени приостановились, подумали, то что-то поменяли. При этом какие-то пробные зарезы, замеры, то есть на время. Это, можно сказать, абсолютными, как бы, защитами вот такого класса защиты. Но они при этом абсолютно разные. Теперь вот мы поговорим, то есть вот этого малыша. То есть это сейф Monolith Standard бетонного, железобетонного типа. То есть наружный лист пятерка, потом 5 сантиметров армированный бетон. Потом идет лист тройка, потом каленые пластины идут 12-миллиметровые на все зоны потенциальные, где имеет смысл сверлить. Ригеля с нержавейки. Полости заполнены армированным фибробетоном. Поэтому здесь, как бы, опять же, нет такого инструмента, который бы его там за 2 минуты, 5 минут, то есть, ну, вскрыл. Такого инструмента нет. Поэтому вот такие вот сейфы, то есть почему мы делаем, то есть, начиная с таких сейфов, потому что, в принципе, такие сейфы, как правило, в условиях квартиры уже никто не ломает. То есть, ну, его нельзя, то есть, сломать в условиях квартиры, там, за вот это время, там, 15-20, там, минут, то есть, 30, то есть, то, которое время, в принципе, ну, воров отведено на то, чтобы там приедет охрана, либо услышат соседи. Воры не будут сидеть сутки, то есть, ну, вот, как бы, возле этого сейфа, то есть, ну, у них нет такой возможности сидеть сутки. То есть, поэтому, вот, в условиях квартиры такие сейфы, они, в принципе, не вскрываются. Вот данный экземпляр, это сейф, дата-сейф, то есть, под оборудование. Здесь он специально, то есть, у него глубина рассчитана под конкретное оборудование. В этом сейфе предусмотрена система циркуляции воздуха. В этом сейфе предусмотрена очень интересная, то есть, система, то есть, здесь с обеих сторон сейфа большое количество вводов, то есть, с резьбой. Сейф монтируется в определенную нишу, то есть, вот эти, то есть, части, они разгибаются, то есть, для того, чтобы, ну, зацепление создать. Он вваривается в конструкцию определенную и по периметру заливается 1,2 куба бетона, то есть, ну, плотнейшего бетона, то есть, тяжелого, так называемого, бетона. Он полностью обливается более чем 1 кубометром бетона. То есть, после чего, вот в эти отводы, то, что я показывал, к нему по трубкам подводятся все провода, при необходимости подводятся система охлаждения, то есть, если там будет, ну, сильно подниматься температура, то есть, и при этом у него есть еще есть самостоятельное охлаждение, то есть, ну, циркуляция. Опять же, приходишь там на эти двери, там, одни говорят, что тут болгарка не вырежешь, там дверь за 25 тысяч, а если еще цилиндр, там, за 5 тысяч поставите, то вообще, то есть, это, как бы, будет дверь, ну, нереально. То, как это реализовано, то, как бы, тайно покрытое мраком, показать нечего, то есть, показывают какие-то, там, кусочки, ошметки, арматуринки, какие-то, там, в вате или в пенопласте перепутанные, то есть, ну, это все бутафория. Такая конструкция, она не защитит от болгарки, то есть, от болгарки, то есть, защитит металлоемкость, удаление, то есть, но металлоемкость, там, она не исчисляется, там, каких-то, там, в миллиметрах, она считается в сантиметрах, то есть, но здесь, когда речь идет уже не о двух миллиметрах металла, а двух сантиметрах, да, тогда это рассматривается как защита от болгарки, опять же, в этом месте, но эта же толщина должна быть и здесь, и эта же толщина, то есть, ее нельзя, допустим, в этом месте вырезать, вынуть кусочек и вырезать внутренний лист, то есть, такого тоже нельзя, поэтому это все должно работать в одной конструкции, вот этот внутренний лист и внешний, они должны быть стянуты дистанционно такая же конструкция в данном экземпляре то есть но здесь еще то есть но все мощнее чем они отличаются то есть вот этот уникален тем что он компактный то есть пожаростойки с хорошим замком то есть электрон который есть возможно перри кодировать и принципе для условий квартирного сейфа то есть это идеальный вариант условий что он будет закреплен обязательно то есть либо к стене либо к полу к бетонному капитальному при весе там 200 килограмм это не значит что его не унесут не выбросят в окно и там потом не увезут на бусе там уже где-то с ним разберутся что касается для больших то есть форматов то допустим этот же сейф может быть и такого большого формата но допустим для электроники то есть он будет мы не совсем применим как бы не совсем будет идеален допустим для электроники но вот как в данном случае был сделан вот такой вариант но ни один ни второй сейф то есть его масштабировать в размер квартирной двери то он тоже сама не будет работать потому что у него нет возможности открывания изнутри то есть но или к эти электронные кодовые замки сейфа и ригельная система не но они не рассчитаны то чтобы пользоваться то есть ну как закрыл дверь снаружи то есть а зашел вовнутрь ну как ну да можно на задвижку какую-то закрыться но это все не то вот карте квартирная дверь квартирная дверь она должна иметь возможность закрываться открываться с внутренней стороны если ее должны быть все фишки которые есть на дверях на сейфовых то есть но при этом она должна быть адаптирована для квартир цель этого посыла то есть такая показать то как выглядит настоящая сейфа дверь который защищает от лома болгарки домкрата автогена то есть но того инструмента который приходишь то в гипермаркете какая-то девчонка рассказывает о том что эту дверь не вырежешь болгарка но она вообще даже но она не понимает что такое болгарка это раз но автора никогда в жизни даже ну не она не понимает ну какой вообще должны быть толщины защиты для того чтобы действительно нельзя было вырезать болгарка но болгарка это ладно то есть но вот именно даже от лома защититься в ответ те все двери которые там ходят смотрят то есть То есть, это все двери, они даже не защищают, то есть, элементарный лом, то есть, возьми, там, метр восемьдесят пруд металлический с основной сплёсканной, с другой подостриё. То есть, это можно, ну, раскурочить фактически любую квартирную дверь. Такой уровень защиты, он для квартиры, как правило, редко применим, редко, то есть, но бывают исключения, что и такой уровень защиты нужен. Здесь установка вот такой двери, то есть, она, в принципе, может ставить занос, и установка такой двери может стоить как-то дверь, допустим, с эпицентра, то есть, ну, ну, и даже, как некоторые, там, и две, и три двери могут стоить столько, как вот такая одна установка такой двери, потому что это подготовка проёма, это огромное количество, то есть, монтажников, то есть, ну, и так далее, и так далее. Если вам, как бы, нужны будут двери, сейфы, обращайте, с удовольствием мы их изготовим под нужный вам класс защиты, под нужный вам внешний вид. Так что, если вам понадобятся настоящие сейфовые двери, то есть, не бутафория с маркетов дверей, а настоящие защитные двери, приезжайте в городе Киеве на улице Вискозная, 3Б, с удовольствием сделаем дверь под нужный вам класс защиты, дверь, либо сейф, в нужный вам размер, внешний вид. Так что, всего доброго, обращайтесь, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!